всем привет друзья ну что с легким паром меня вы начинаете смотреть новый видеоролик о работе на зерновозе о работе в поле только сейчас разгрузился я на элеваторе на ростке глухове вот сейчас отправлю документы только бегал побрился принял душ прям чувствую себя хорошо под речком и собственно сейчас буду отправлять документы ехать снова на поле грузится так что давайте готовьте готовьте вашу активность пишите комментарии в пишите комментарии под видео и ребята поехали подписчики серёга беларусь привет тебе короче из новостей должна завтра быть антенна рация у меня снята кстати серёга ее проверял она работает надо антенна заказали антенну метр двадцать ну короче я вам все покажу и думаю все это покажу вам все уже по видному и по идее мы не сегодня так завтра должны переезжать на жесткое место короче там на болотистую местность еще более жестко чем до этого было поэтому я думаю этот ролик должен быть вам вполне себе интересным я надеюсь он будет не сильно жестким для меня в реальности и интересным в то же время для вас так что подписывайтесь нажимайте на колокольчик включайте уведомления чтобы не пропускать новые видео переходите по ссылочкам в описании под роликом на социальные сети на инстаграм на фейсбук подписывайтесь и собственно продолжайте смотреть надеюсь вам будет интересно а я отправляю документы и снова в дорогу а в а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Греться! Греться! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Как-то так, блин! Добро пожаловать в Казахстан! 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 И всё Кукурузу Но ничего не поделаешь Уже как говорится На данный момент Ничего не поменять Надо как говорится Работать как есть а то что будет дальше будем поглядеть как говорится хорошо друзья буду ехать будет что-то интересное обязательно для вас сниму ну что мужики разгрузился порядок время у нас уже 8 часов без 7 минут по селу движняк пошел люди идут то на работу но просто шарится если такие то гусей людей пасет минус 4 каждая своей заботы ну а я продолжаю ехать по замечательной дороге на очередную погрузку сколько их уже блин за сейчас скажу за 17 дней больше шести ходок сделал больше 60 рейсов уже подташню это монотонности и одного и того же ну что друзья приехал на поле сейчас пока там пересменка пока техника заправляется впереди меня только одна машина 2 можно сказать включил автономку пускай топит хату мне рукомойник замерз и все бесполезно даже трогать буду ждать пока оттает так вроде бы все в норме хух холодина уже ребята холодина минус 4 минус 5 ходим в машину и быстренько лезем греться ман грязный всякой фигней облеплены но такая доля до кролевецкого завода новые скамейки легкий легкая уборка новые скамейки новые прицепы велтона самосвалы сундучки такие себя ребята валят на их конкретно 3 трехосники двухмостовые короче техника нормальная конкретная ладно ребята минус 3 уже показывает температурка подымается чуть-чуть но все равно днем больше чем плюс 1 плюс 2 градусов ждать не стоит по 1 греемся пока и ждем погрузки а по морозу грузится работать на зерновозе вам скажу еще то удовольствие хотя принципе и на шторе так же самое зимой надо дома бака греть фух ладно балдеем пока ну что друзья время 15 минут 2 я разгрузился выезжаю с элеватора и сейчас мы переезжаем собственно на другое поле которое находится в силу в селе стариковы вот и там вчера пробовали проехать камазы камазы не проехали короче теперь мы едем туда но не знаю говорят там в общем добраться до крайнего поля 9 километров и от самого села до крайнего поля 9 километров по полю и там короче такие впадины заполненные водой я думаю как бы агроном здраво посмотрит на вещи и мы как бы договоримся то что перегрузчики будут нам возить но опять таки как будет на самом деле хрен его знает посмотрим по ситуации как будет так будет у нас распоряжение такое от начальства как скажут нам агроном и так мы и будем делать так что от нас вообще ничего не зависит будем конечно здраво ко всему подходить но опять таки мы мало что решаем ладно друзья буду ехать сейчас хочу заехать купить немного продуктов пополнить запасы купить воды закончилась вода возьму как обычно пару тройку бутылок минералки без газа самая лучшая вода и какое-нибудь печенье возьму пускай будет хлеба возьму короче резервное питание чтобы было хотя нас как бы в поле кормят привозят обед ужин все это есть погодка визуально нормально все классно температура до трех градусов поднялась выше не поднимается пока но на солнце в принципе нормально в теньки прохладновато ну а я друзья еду на другое поле посмотрим какие сюрпризы точнее другие поля там много болей и большие но труднодоступные посмотрим какие сюрпризы они нам принесут эти поля короче друзья затарился я по полной программе взял роллтонами вины на всякий пожарный мало ли всякое может быть все может произойти бамбука взял это кофе хлеба взял тоже лишнее будет так это жидкое мыло пусть будет пару коробочек сока апельсинового кетчупа тоже пусть будет так запасы водички самые правильные морщинская без газа это не реклама сейчас было просто газировка что-то не всегда заходит и кофе три в одном тоже чтобы было так печенье сверху положим чтобы не ломалось все взял кофе еще сейчас Ванька подъедет сзади меня разрушался парень вместе возим короче попьем кофе и поедем дальше вот он походу там сзади подъехал да сзади меня подъехал все и будем ехать дальше так ну что мужики попилим и кофе потихоньку выезжаем Ванька сзади никого там Ванька сказал 4 года уже на зерновозе четвертый год у меня третий год но я что-то в зерновозах разочаровался потому что с каждым годом как-то зерновозы все душить и душить все хуже и хуже такие блин пироги ребята так едем едем посмотрим как там сказали вроде бы будут нам в центр села вывозить потому что до полей не подъехать полная задница камаз вчера чуть не положили там а если камаз чуть не положили то нам там соваться вообще нечего так что ребятки прем прем на новые поля так что так что тем что это как там вот нет это а Ну что, ребят, приехали мы на поле, сейчас обедать пойдем. Короче, как я и говорил, начинается веселуха. Я проскочил там по грязи, а Ванька стал пустым. А что мы будем делать груженными, я вообще не знаю. Жестко, конечно, жестко, блин. Проваливается поле, по дороге там каша, лужи. Короче, не знаю, походу будут нас тут тягать. Тягать конкретно. Ладно, пошли обедать, а там разберемся. Так, ребята, попросил нас с охранным еще дружки протянуть вперед. Короче, разъезжаемся, сейчас будем там становиться друг за другом. Поле проваливается. И, кстати, еще одна новость печальная. У меня заканчивается память на флешке. Осталось там меньше двух минут. Поэтому, друзья... На этом, наверное, ролик закончится. Самое интересное... Самое интересное для вас... Наверное, я не смогу заснять. Наверное, я не смогу. Нету памяти. А очень хотелось бы вам показать всю эту прелесть, которую придется нам пережить здесь. К Ваньке уже Урал приехал. А мы будем, короче, мучиться кататься тут по этим прекрасным полям. Что, друзья? Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. Ставьте палец вверх, если видео вам понравилось. Было вам интересным. В чем-то, может, полезным. Ну и, конечно же, оставляйте комментарии под видео. А я буду продолжать работать. И кататься по этим прекрасным черноземам.